Да что вы знаете о настоящей скуке? Кто-то решил рассортировать всех мармеладных медведей по цветам в момент, когда ему было абсолютно нечем заняться У этого сотрудника действительно много свободного времени на рабочем месте А еще, по всей видимости, у него много картонных коробок, из которых он и соорудил этот форт Кажется, кто-то провел слишком много времени в туалете А еще хочется отметить, что этот человек был крайне талантлив Все, что мне известно, так это то, что фотография была сделана в японской уборной Привет, с вами канал Фактория Я нашел друга тому, кто раскладывал мармеладных медведей по цветам Думаю, вместе им будет веселее проводить время, сортируя все подряд Помимо огромного количества свободного времени, человек, сделавший это, обладает такой отличной чертой, Как аккуратность, ведь без нее невозможно вытащить все семечки, не повредив клубнику Мне наскучили серые стены в офисе, и я решил их немного украсить с помощью стикеров Рассказывает сотрудник, который вдохновил к созданию таких картин еще и своих коллег Почему-то мне кажется, что это сделал тот же самый человек, что и выковыривал семена из клубники На этот раз он решил разобрать малину на мельчайшие кусочки Некоторым становится скучно даже во время того, как они едят Автор фотографии добавил к ней следующую подпись Макаронный Сталин, чего только не сделаешь от скуки Срочно уберите от экранов детей Ведь следующее произведение переполнено жестокостью, которое овладело одним мальчиком, пока он сидел в очереди к стоматологу В коллективе всегда присутствует сотрудник, который от собственного безделья мешает работать всем остальным И вот пример такого обладателя хорошей фантазии, который любит устраивать офисные войны Как считаете, это сделал заскучавший ученик или же преподаватель, которого сводят с ума огромные перерывы между занятиями? Правильного ответа у меня, увы, нет Я не знал, чем себя занять и соорудил динозавра из канцелярии Похоже, для его создания использовалось все, что находилось на столе Кто-то решил очистить мармеладные ягоды от глазури Причем времени у него было так много, что он отделял каждый шарик по отдельности Готовьтесь умиляться Ведь перед вами котята в крошечных шапочках, которые сделал один парень, скучая во время ланча Многие учащиеся любят рисованием отвлечься от занятий Но не каждый с такой точностью способен перерисовать принц с футболки того, кто сидит перед ним Мужчина, выложивший эту фотографию, оставил к ней следующий комментарий Заскучали в офисе? У меня есть для вас идея! Готовы к бесполезным знаниям, которые вам никогда не пригодятся? 29249 смайликов Именно столько нужно, чтобы в стандартной шариковой ручке закончилась паста 30242 Вам крайне не повезло, если на работе вы станете жертвой своего коллеги, у которого слишком много времени И страсть к розыгрышам 30242 Рисовать разнообразные орнаменты на бумаге? Неа, это слишком банально Лучше проделать все то же самое, но на банане 30242 Умри зима! Гласит эта надпись на снегу, которую сделал чей-то отец, не зная, чем себя занять Меня одного смутило, что вокруг букв нет ни единого следа 31242 Ненавижу уроки философии! Вот мои рукописные заметки за 8 скучных часов! Берите на заметку для нудных лекций, если уверены, что способны и быстро писать, и придерживаться границ рисунка 32242 Потратил 2 года, но заполнил все 17 миллиардов клеток эксель вручную Пример того, как можно ежедневно тратить небольшое количество свободного времени на бесполезные занятия 33242 Просто представьте, какое количество печенек пришлось разъединить, чтобы создать эту башню из орео Кажется, одного стакана молока тут будет недостаточно 34242 Что-то подсказывает мне, что действия происходили в женском туалете Хотя, возможно, это дело рук молодого отца, у которого маленькая дочь Поэтому ему приходится практиковаться в заплетании косичек 35242 У вас много свободного времени, но не знаете, чем себя занять? Проведите время с детьми за игрой в прятки Эти ребята поспорили с дядей, что найдут его на раз-два Но уже очень долго им это не удается сделать 36242 А для такого занятия, помимо свободного времени, вам потребуется еще и обладать усидчивостью Потратил 15 часов, чтобы сложить оригами монстра из листа бумаги площадью 1,4 квадратных метра 36242 Еще один заскучавший сотрудник решил похвастаться перед своими подписчиками тем, как он пытается разыграть своих коллег по работе 37242 Очередная поделка из канцелярии На этот раз кто-то создал себе импровизированный амулет, ловца снов 38242 Сегодня узнал, что хлеб может проводить электричество Что же будет, когда этот парень узнает про остальные продукты, которые также способны проводить электричество? 39. Мое новое хобби — рисовать ручки по всему офису, чтобы разыграть коллегу, которая не надевает свои очки 40. Стоит отдать должное этому работнику, он отлично рисует 41. Для того, чтобы понять, что происходит на этой фотографии, надо хорошенько вглядеться 42. Владелец футболки с кепкой приклеил смешные глаза абсолютно к каждому динозавру 42. Мой отец — юрист, и он берет с собой на работу Френни, которую научил относить документы другим юристам 43. Неизвестно, сколько времени потребовалось, чтобы поймать всех этих мух, но применение им было найдено не самое банальное 44. И вновь туалетное произведение 45. Конечно, странно, что кто-то в уборную носит с собой ручки, но драматизма этому человеку не занимать 45. Этот человек работал возле моего дома, прокомментировала девушка, выложившая это фото 46. Кажется, кто-то перегрелся на солнышке 46. Когда любишь различные челленджи и квесты, так еще и свободного времени целая куча 47. Хочется узнать, с какой целью сплели эту паутину 48. Кто сказал, что для оригами нельзя использовать деньги? 49. Тому, кто обладает ловкими руками, абсолютно неважен материал для поделок 50. Все мы привыкли считать, что у работников фастфуда практически нет времени на отдых из-за постоянного потока посетителей 50. Но эта фотография говорит об обратном 51. Кто-то использует таблицы в качестве холста для рисования 52. Так выглядит трон системного администратора 53. А вы думали, что старые детали от вашего рабочего компьютера 54. Просто выбрасывают? 54. А вот версия попрестижней 55. И, собственно, сам системный администратор, гордо восседающий на своем величественном троне 55. Нам с коллегами стало скучно, и мы сделали кафе для муравьев 55. В какой сфере эти ребята-коллеги, если материалом у них послужили пробки от алкоголя? 56. Вот результаты долгого дня в отделении скорой помощи, в котором совершенно не было посетителей 57. Мне кажется, что это даже к лучшему 58. Ребята, которые выйдут в следующую смену, точно будут в замешательстве, особенно если их заставят это убрать 59. Когда уже достаточно взрослый, чтобы работать, но еще не настолько взрослый, чтобы перестать фанатеть от супергероев 59. Иногда на работе нечего делать, и я начинаю рисовать 60. Кажется, этот сотрудник выбрал совсем не ту профессию 61. Просто взгляните, какой у него талант 62. Тайна того, что происходит с нашими волосами в парикмахерских после стрижки, раскрыта 62. Из них создают силуэты различных животных, когда парикмахерам нечем заняться 63. Выражения глаз этого кота дают понять, насколько он не рад тому, что его хозяин не знает, чем себя занять 64. Хотя, возможно, ему просто не нравится образ цветочка 64. На создание этого грациозного лебедя явно было затрачено много времени 65. Главное начальнику не показывать, а то у него возникнут вопросы 66. Насчет того, почему в этот момент работа стояла 66. Тот, кто пытался сделать что-то подобное на учебе или работе 67. В курсе, какое количество времени необходимо для этого 68. А это творение человека, который заскучал пока сидел со своим питомцем в очереди к ветеринару. Как видите, ему удалось сделать таксу не только длинной, но еще и высокой 69. Хозяйка этих котят решила сделать из них мини-боссов. Но все мы прекрасно знаем, что начальство не может быть настолько милым 69. Когда на работе становится скучно, складываю из бумаги миниатюрных журавликов, этот пока что самый маленький. Я не удивлюсь, если ему пришлось использовать пинцет для такого оригами 70. Уже представляю момент, когда руководитель этого парня резко выходит из своего кабинета, после чего ему приходится в торопях и с болью все это снимать 71. Еще одни сотрудники прознали про настоящее предназначение стикеров. На этот раз рабочей поверхностью были выбраны стекла окон, а главными героями братья Марио 71. Самое интересное начинается, когда становится скучно работникам лабораторий. Ведь обладая необходимыми знаниями, можно сделать множество всего, когда станет скучно 72. Автор фотографии не стал пояснять, кого он создал, но мне это напоминает очередного динозавра, который попал на рок-концерт 73. Работникам складов также есть с чем развлечься, когда появляется большое количество свободного времени 74. Море свободного времени способствует развитию творческих способностей, даже если ты работаешь на свалке 75. Мой друг заступает на суточные дежурства, связанные с сейсмическим мониторингом. Иногда ему становится действительно очень скучно. А пока на этом все! Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео!